Мужчина-визажист или женщина? Романтические отношения с твоими клиентами? Я единорог, это очень классная тема. Еще попал под снег. Попа или грудь? Было только фэри, блин. Посуду же моют. Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня у нас в гостях шикарный визажист, имиджмейкер, стилист, дример. Несмотря на то, что я не выговариваю в этом слове две буквы R, я все равно его сказала. Максим Гирев! Привет, Анют, спасибо за приглашение. Я всегда очень за, за некие такие специфичные новые форматы, потому как это, в свою очередь, дополнительно развивает нашу любимую профессию. Я всегда за в этом участвовать, спасибо. Отлично, вот тут можно целоваться. Стрелки. Макияж единорога. Парик. Итак, у нас мы с тобой будем делать стрелки, соответственно, ситуация у нас будет макияж единорога для клипа, для видео, модная тема, да, которая сейчас. И третье будет усложнение, девочки будут модели в париках, то есть, соответственно, нам нужно будет сделать макияж гармоничный парику. Окей, все супер. Крутая ситуация. Стрелки, парик, макияж единорога, ну, посмотрим, что из этого получится. Итак, у нас есть две замечательные модели, я сейчас приглашаю, проходите ко мне, девчонки. Да. Так, окей. Ну что, начнем? Ну что, поехали. Так, расскажи мне, ты с клиентами работаешь еще или только преподаешь? У меня вообще такая определенная философия есть, что сколько бы мастер не ездил по обучению, по мастер-классам, он в месяц хотя бы какое-то минимальное количество должен провести с клиентами. Так, я изначально беру базу Вайкон, это именно база по тени, и на нее уже буду наслаивать все остальные тени. Максим, а ты что будешь сразу делать? А я сейчас, так как у меня единорог, это очень классная тема, что мне можно чуть-чуть отойти от коммерции, чтобы подарить вам определенное творческое вдохновение, буду слегка использовать цвет, но слегка. Я сейчас быстренько разложу цветовые подложки в такой монохроме немножечко, и потом уже буду на нем выполнять, собственно, классический маякап. И в качестве базы буду использовать какие-нибудь цветные подложки, сейчас вам продемонстрирую их. Я взял две подложки, 13-й и 19-й номер, я их смешал и сейчас выложу в качестве подложки. Ты на консилер делаешь? Всегда на тон, всегда на плотный причем тон, для того, чтобы потом не тентовался, и я мог быстро восстановить модель жизни. А у тебя были когда-нибудь романтические отношения с твоими клиентами? Романтические. Ну вообще, если ты, я тебе так отвечаю, если ты профессионал высокого класса, если ты профессионал высокого уровня в сфере обслуживания и работы с клиентами, то у тебя с каждым клиентом должна зародиться в момент услуги определенная романтическая связь. Ну это, конечно, романтично немножко сказано, но я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Кэт Ванди хайлайтеры, они тоже идут на белой подложке, но с разными оттенками. Максим, скажи, пожалуйста, а конфликт с Петровым, когда ты его покупал в сфере, как-то повлиял на твою карьеру? Вообще, как у тебя это произошло? Вообще, образ мне очень понравился, но, видимо, что-то пошло не так, да? Да, образ получился здоровский, но потом, когда пришел момент, как бы-то все это смывать, у меня как по закону подлости, да, закончились и гидрофильное масло, закончились какие-то умывалки, причем какая-то текстура, которая вообще не отмывалась, я понимал, что он парень немножечко такой специфичный, и мне нужно прям его полностью вымыть, увлажнить. Ну да, и действительно, у меня под рукой, короче, была только Ферри, блин, ну я взял капельку, губкой водички размокчил, причем я хочу уточнить, что я лицо этим не снимал, я снимал это зону декольте, понимаешь, там фекстуры были, а посуду же моют же, ну ничего, ну и начал чуть-чуть подсмывать, слава богу, там стирать началось все что-то, а он как увидел, мама дорогая, там все как поехало, пошли истерики, а я немножечко... То есть он истерил уже прямо там у тебя? Ну не, он на самом деле терпел, а потом, видимо, он понял, что из этого можно сделать скандал, потому что ему нужно наполнять контент, да, YouTube, и он уже потом психанул и ушел, и все. Мне, кстати, тоже надо еще снять ролик, расскажу, что мы же работаем с блогерами, с разными, и точно так же с Петровым, отправили ему посылку, заплатили денег, вот, пусть все знают. 8 тысяч гривен, кстати, подсказывают мне мои SMM менеджеры, 8 тысяч гривен, мы заплатили год назад практически. Каждый месяц он писал, что да-да-да, я вот сейчас делаю обзор, все у нас с ним утверждено было, все, он все подтвердил, и все, и с концом, причем я ему уже писала, говорю, ну как бы, нехорошо, он говорит, да-да-да, сегодня уже будет, прям вот, уже начинаю краситься практически, и до сих пор поста нет. И вот как ты считаешь, что нам делать? Ой, смотри, я отпустить и забыть. Кстати, хочу сказать, что вот эта новая коллекция, которую меня Анечка выслала, кисти из какого-то нано-суперкосмического разработки марсовой, которая здесь нано-волокном обработаны, какие-то ворсинки, хоть он натуральный, реально работаешь тинтом, он потом отмывается, и сейчас я ей буду работать кремовой текстурой, и эта кисточка не изменит своего качества. Аня, расскажи, что это вообще за, что это, что это, где это? Это год лун, да, специальный ворс. В этот, в НАСА просила разработать этот ворс. Да, этот ворс выиграл в прошлом году в Гонконге как лучшая разработка в мире, потому что сейчас все идет к искусственному ворсу и защита животных, да, то есть, если честно, мне тоже жалко очень белочек, козочек, поэтому я думаю, что вскоре мы перейдем полностью на синтетический ворс, потому что, понятное дело, что белочек никто не стрижет и потом отпускает. Извините, белочка, ты сегодня на стрижку, надо еще сделать две кисточки. Она, да, конечно, прибежала и постригли. Но ты один из немногих визажистов, мужчин, который традиционной ориентации. Почему ты решил выбрать, закрываем глазки, именно эту профессию? Но это правда. Я скажу так, что у меня... И ты, Сердар, кто еще? Не знаю. Ну все, Сердар, у него алиби, железная жена есть, поэтому я им верю. Ну, здесь вот у меня когда спрашивают, да, я вообще не понимаю, как я им стал, но я из такой категории, что я вообще никогда, в принципе, не игрался в куклы, и никогда у меня не было там желания накрасить себя. Я думаю, блин, как я вообще стал визажистом? У меня самая главная цель и интерес к этой профессии возник в тем, что я видел, когда мама красилась, я не наблюдал, как она наносит на себя туши, губы. Я видел, как она расцветала в душе. Вот у меня мама садилась, например, без макияжа, с плохим настроением, она себя подкрасилась. Я смотрю, еще маленький. Она говорит, другу человеку, и тут она меня только за двойку ругала, знаешь, пять минут назад была злая, злая, как сама, простите меня. А тут, смотри, пошла подкрасилась, как подменили вообще. И это меня сильно цепляло. Я понимал, что я хочу быть психологом для женщины через вот эти вот инструменты. Я поняла, твой единорог еще попал под снег. Но здесь же нужно такое жемчужное какое-то сияние сделать, которое почему-то у меня ассоциируется с единорогом. Сейчас это все расставим, мы подсветим перламутровыми текстурами, и будет ощущение, что это переливаются такие. Итак, пока Максим у нас закрашивает, вы обязательно пишите в комментариях, чья модель вам понравилась больше всего, и оставляйте смешные классные комментарии со словом единорог. Пять лучших комментариев обязательно получат подарок. Тут Максим нюхает кокаин и составляет модель тоже. Говорит, чтобы ты был единорогом, тебе надо чуть-чуть нюхнуть. Все, оп, уже настроение повысилось. Окей. Итак, сейчас будет быстрый блиц-опрос. Я задаю тебе два варианта, ты выбираешь только один. Понятно? Угу. Понятно. Не совсем уверен, что будет быстро, я чуть-чуть заторможу. Итак, отдых или работа? Работа на отдыхе. Для меня работа – это отдых. Хорошо. Акцент на глаза или губы? Глаза. Мужчина-визажист или женщина? Мужчина-визажист однозначно. Однозначно, да? Вы дано нас, никогда не догоните нас. Деньги или популярность? Популярность. Обучать или обучаться? Обучаться. Бобби Браун или Джеффри Стар? Джеффри Стар. Пицца или суши? Суши. Попа или грудь? Грудь. Свой косметический бренд или школа обучения? У нас школа обучения. Семья или карьера? Карьера. Круто, молодец. Ну что, друзья, вот и завершились наши образы. Подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, который в нижней части экрана, для того, чтобы вы не пропускали оповещения о следующем выпуске. Поэтому хочу от себя сказать, что выставляйте пару фрагментов истории по 15 секунд из этого видео. Отмечайте меня, Анечку. Я тоже лично просмотрю те участки, которые вы выставили. И обязательно с самыми какими-то оригинальными ответами. Либо вы мне будете ловить мою какую-нибудь непонятную эмоцию. Я подарю вам тоже подарок. Вышлю что-нибудь из России. Спасибо. Всем пока. Ставьте палец вверх. Субтитры сделал DimaTorzok